В Северокавказской государственной академии прошел круглый стол на тему интенсивное развитие яичного и мясного птицеводства Российской Федерации. На встрече участники мероприятия обсудили вопросы, касаемые развития данной отрасли сельского хозяйства и пути их решения. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Данная отрасль имеет все перспективы развития в нашей стране. И особенно важно проводить данный круглый стол в стенах Северокавказской государственной академии, где функционирует аграрный институт. Так как сегодня необходимо, чтобы молодые специалисты понимали, как обстоит ситуация в сфере яичного и мясного птицеводства. Система яичного и птицеводческого производства выстроена в нашей стране, абсолютно независимая на сегодняшний день от внешних источников, я имею в виду внешних субъектов международного права. То есть Россия сегодня абсолютно потенциальная в этих вопросах. В свою очередь о важности данного круглого стола отметил и модератор мероприятия профессор аграрного института СКГА Дагир Смаккуев. Он зачитал приветственный адрес Совета Федерации участникам собрания и отметил, что несмотря на новые вызовы сельское хозяйство в стране продолжает интенсивно развиваться. Несмотря на внешние вызовы, беспредельное санкционное давление, последствия пандемии, неблагоприятные погодные условия, российские аграрии добились впечатляющих результатов по производству зерна, мяса, прежде всего мяса птицы и свинины, растительных масел и сахара. Ваш круглый стол стал центром притяжения в Северо-Кавказском федеральном округе для ученых, научно-исследовательских и учебных заведений страны, руководителей и специалистов крупных агрохолдингов и птицефабрик. Специальный гость круглого стола, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Российской академии наук, профессор Владимир Фессинин выступил с докладом «Мировое и российское птицеводство. Реалий и вызовы будущего». Он затронул многие вопросы данной отрасли сельского хозяйства и выделил методы для решения проблем в сфере яичного и мясного птицеводства. Важно посмотреть не просто, как Россия развивается, а что делается в мире, как мы корреспондируемся с мировыми тенденциями и куда мы уйдем. Я вам представлю уникальные данные, рассчитанные многими умами Европы, о том, что нас ждет в области животноводства в 2050 году. По крупному рогатому скоту, свиноводству, овцеводству, птице и так далее. В свою очередь с докладом на тему состояния и перспективы развития отрасли птицеводства в Карачаево-Черкесии выступил министр сельского хозяйства Республики Анзор Баташев. Он рассказал о позитивных сдвигах в отрасли птицеводства и затронул актуальные вопросы развития. Производство мяса птицы в 2022 году составило 17,8 тонн в живом весе. Прирост по отношению к 2021 году составил 0,4%, из них 14,1 тысяч тонн в сельхозорганизациях. Производство в 2022 году хозяйство, которое составило 86 миллионов штук, прирост составил 101,3% относительно 2021 года. Также с другими докладами выступили представители Управления ветеринарии Республики и сотрудники Аграрного института. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.